Капна с прикопнушком Капна с прикопнушком Блин, ну как это же просто Глазовый колуповательница В этом случае экономика сильнее меня И здесь я бессилен А в случае со мной бессильна медицина Ты специально расшатываешь мою психику Я даже пересмотрел свое вчерашнее решение По поводу того, чтобы перестать нюхать клей Поэтому просто знаете, что Вас везде можно достать Вызвала сантехника из ЖЭКа Прислали вот этого Говорит, опыт работы большой Туалет подчинит быстро Не знаю, верить ему или нет По-моему, он на мошенника похож Объяснять так трудно Объяснять камере, а не человеку И вот, смотрите, сейчас я вам объясню так Что вы сразу все поймете Вот на конкретном примере Я не красавец Рожа страшная Одет как бомж Езжу на шашлайке Я и есть бомж Голос Это, знаешь, стая чаек, которая дрочит дельфина Заставочка на фоне цветочков будет сегодня Достопочтенные господа и дамы Я категорически рад приветствовать вас На своем канале Вы попали на канал Будни Сантехника Меня зовут Виталий Кто не в курсе В этой серии Вот так пафосно и чопорно Я с вами здороваюсь Потому что В этой серии мы с вами Поедем не на ломбомжине И поедем не совсем работать Ну, потому что Обычно в начале серии Я представляюсь не Виталием А Виталяном И говорю Недостопочтенные господа Здравствуйте Я просто говорю О, привет О, привет В этой серии все будет не совсем так, как обычно Я сегодня Не в рабочей одежде, как видите Я уезжаю не на ломбомжине Не с переднего двора А с заднего двора На бэтмобиле Но все еще с перфоратором Все еще с милуоки И даже с хилтовыми бурами Пафос, чопорность и надменность Так начинаем эту серию Что именно мы с вами будем делать Я еще пока не знаю, ребят Начало видео Записываю в начале видео А не в конце, как правильные блогеры Я неправильный блогер Блогер-курильщика, я бы сказал Эта серия должна быть серией контрастов Потому что, смотрите, мы с вами едем на Бентли сегодня И здесь у меня коробка кубинских сигар настоящих Давайте я вам поближе похвастаюсь, смотрите Это заказчик мне подарил Офигенный, блин, подарок Просто, это как для прекрасной барышни Бриллиантовое ожерелье, мне кажется Охрененный подарок И вот я вам похвастался И теперь я хвастунишка Ну да, почему нет В общем, ребят, серия будет в формате влога И если вам такая фишка зайдет Напишите в комментариях Если не зайдет Ну, не пишите Приехали на наш с вами объект Это домики-близнецы Как Лена их назвала В инстаграме у себя Здесь сегодня будут делать полусухую стяжку Смотрите, какой они офигенный песочек себе берут Сейчас я вам свет включу И вы зацените Вообще булочка Такой крупный, как зернышки Такой, знаете, как сахар Многие ругают полусухую стяжку Дескать, она сыпется, валится Но, как я и рассказывал в прошлой серии Если вы ищете самое дешевое То, ребят, чудес не ждите Моя задача быть здесь и контролировать Чтобы, не дай бог, никто нигде лопатой не саданул по трубе У нас система под давлением до сих пор И на момент заливки стяжки Она тоже будет под давлением Так положено по технологии Здесь, кстати, вот если вы обратите внимание Маты другого цвета Потому что мне здесь не хватило И вот это маленькое помещение Анюта мне отдала маты Которые у нее на складе лежали там полтора года Вот, и, короче, так мне хватило В первый дом зашли Здесь, как видите, стенки уже белые Отделочка делается Плитка на полу уже лежит Такая, это крупноформатный Это не крупноформатный, да Среднего размера по современным меркам Керамогранит Здесь, видите, вот из центра в края Подрезка разогнана Так, как мебель в будущем будет устанавливаться Санузел, ванна, унитаз, гигиенические души Здесь раковина И вот декорчик Помните, я вам показывал в прошлой серии Ты долго будешь говорить? Я долго Ну, дизайнер здесь, Лена, как я говорил ранее Она любительница этих шестигранных плиточек Она говорит, что эта плитка у нее кочует с объекта на объект Каждый новый клиент хочет опять шестигранную плитку Кирпичики такие, видите? Это только одна стена здесь будет кирпичиками Вот на этой стене будет состаренное зеркало Эти две стены под покраску, насколько я помню И вот эту стену, кстати, укладывала сама Лена Она сюда приехала в платье И вместе с мастером в какую-то секунду незаметно переоделась Хоп, там в шортиках, в футболочке И они вместе выкладывали для того, чтобы она могла убедиться, что мастер действительно понял, что она от него хочет И вот они вместе начали, а дальше мастер уже будет сам укладывать этот ложок Мы с вами были в первом доме, а во втором доме вот сейчас в настоящий момент полусухая стяжечка И, собственно говоря, готовится, уже делается Я внезапно в эту секунду переобуваюсь в автообзорщика И сегодня мы будем вот этот агрегат обозревать То есть тот трехцилиндровый дизельный тракторный мотор С хорошим моментом Ну, дизель Бак у него тут Эта конструкция безрамная, кузов несущий 5,8 литров, алюминиевый блок, СВС с турбонаддувом и гоночные коллекторы Агрегат, что надо Устройство простое Вот видите, вот этот вал На нем элементы вот эти Смеситель Оно тут замешивается, собственно говоря Процесс я вам покажу Далее среда проталкивается шнековой парой туда Там под двигателем От двигателя привод И там компрессор Компрессор как пылесос захватывает полусухую стяжку Вот в такой консистенции И порциями закидывает в рукав И поэтому рукаву Ну, в нашем случае второй этаж А так здесь получается, что это высота третьего этажа Вот на третий этаж закидывается И весь процесс вы сейчас увидите Я спит рапс, like a heart attack Fast, fatal, heart impact Past, painful, scars In fact, I blast, tasteful, bonds, and packs I back up my actions Fact, don't ask, grab reactions Jack, attack with every word Then act with class As they hear me snap I got nothing to lose Cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused Call the shots and they produce I ain't lost, I'm finally loose Pick a new soul for excuse I need the views to boost We do a new abuse of being used Everybody wants a peace now Y'all can rest in peace now You're dead to me, so peace out Remember you discreet now Get ready for defeat now I'm gon' make you bleed out Listen on repeat now And weed out all the weak now Get up and make a change Don't remember yesterday If you got something to say Speak your mind before you're great Cause your life is yours to save Ain't nobody gonna change Everybody stays the same So be different, make a name, huh? And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer March until it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer I'm marching until it's over I'm just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer March until it's over I'm just like a soldier I keep on moving forward I keep on moving forward Always getting closer When you're here I keep on moving forward It's pretty down It's pretty Fluid I keep on moving forward You keep on moving forward Look out Wall the butt Wall the butt Why? Ты блогер, у тебя должно от зубов отлетать вообще на раз. У меня половины зубов нету, глазовый колуповательница. Копла с прикопнышком. Глазовый колуповательница. Кораби карабировали, а сейчас он не тут будет. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека в реку руку, руку греку цар. Потому что у рака своя собственная, что? Корабли лавировали, лавировали, да не было видно. А у него караби карабировали. Жаль, конечно, этого добряка. Я с короговорки говорю, это прям копна. Должно отлетать на раз-два. Нет, подожди, давай. Знаешь почему? Потому что ты ленишься. Я слова не знаю, это прикопнышек. Прикопнышек. Прикопне, прикопнышек. Прикопне, прикопнышек. Копна с прикопнышком. Вот и все. Я говорю, снимай видео, а он говорит, это не мое. Да, это действительно может быть не мое. Вот по мне, видно, что у меня, я копну с прикопнышком, не могу выговорить. Как бы нет, дождь. У меня речь сама по себе. Она такая прям... Это не мое. Смотри на меня. Я не красавец. Рожа страшная. Вечно непритый. Одет как бомж. Езжу на шашлайке. Я и есть бомж. Голов. Это, знаешь, стая чаек, которая дрочит дельфина. Понимаете? Это, говорит, не мое снимать. Мое получается. Я говорю, это ничего. Я не знаю. Это говорит, ну ты да ебать, только Брэд Питт электромонтаж должен делать и рассказывать про него. Смотри, это формально может быть и не мое, просто когда ты понимаешь, что у тебя нет другого выхода. Да, именно так у меня и было. Ты начинаешь делать. Какие душевные ролики, где в панельке вот это вот, эти самые, подрозетники ковырял. Блин, это мой самый любимый сериал, когда вот это, через боль приходишь, к алмазной дрели, мелоки. Он все перепробовал. Всякое говно. Тань. В пробке. Говно. Да. Я знаю, ты мне не отвечаешь, я просто решила, ты позвали. А я тебе, я тебе ответила. Нет, я, наверное, вторую. Мы ездили. Виталий, где мы находимся? Гномики ее везут, Татьяна. Гномики везут Белоснежку. Как приняли? Прием. Где мы ездим? Ну можешь сказать? Телефон в кармане. Я вообще не гуглил вопрос. Просто обсуждал там, допустим. По строительному рынку лазишь. Там бензопилу ищешь. Тебе она в рот наоборот не уперлась в интернете ее покупать. Да кто купит такой инструмент в интернете, где надо потрогать, правильно? Надо влизнуть пару раз, иначе как ты поймешь. И, ну не то, чтобы я был любитель. Молчать! Набираю в Яндексе домашние утвари. И не нахожу. А, ребят, ссылка, где в описании. Тему о том, как мы меняем темы. Понял? Вот то, что мы сидели сейчас в кафешке. И говорили об этом. А, Господи. А, и понял, кто получает Оскара за лучшую смену темы за сегодня? Дима, подожди. Подожди, ты представь тебе, он спит и, короче, во сне сговоривает. А я разговариваю во сне. Помнишь, он тогда говорит, типа, ты что боишься на моей Волге? Да я ее сам делаю. У меня все, у меня все, я сам все перебрал. Все, у меня, у меня аварий ноль. И тут же я захожу в этот же день, открываю видео. Ну это вот я на газоне тут въебался. У меня тормоза отказали как-то. Это не газон, это баконусик. Это другое. Вы не поняли, это другое. Вы не понимаете, это другое. Которые идут в магазин. И эмоционально видят красивую штучку. Вот я сегодня пришла в магазин в твой дом. На этой, на катере. Кажется, вторая женщина такая. Нет, я ничего не купила, чтобы ты понимала, у меня мозг нормально устроен. Но людей, которые хватают просто эмоционально красивую вещь, их много. И что это женщины? Сороки такие. А мужчины инструменты покупают, а потом оправдывают, что нам нужен. А он рубашка. Так, молчает! Молчать, я сказал! Тихо тут! Разболтались они тут нахрен. Гармашки, не отвлекаемся. Гармашки, не отвлекайся. Шопоголик. Ну, женщины шопоголик. Со всякими штучками. Сороки, назовем их так. Сороки, хорошо. Может так и назовем канал Сороки? Бизнесмены капец мамкины. Слушай, у меня офигенная тема. Он мне сейчас лечит. Я, говорит, буду покупать в Китае. И сюда и привозить сюда. А здесь, чтобы ты думал, ты не... Ща, тихо, тихо, тихо. Продавать подороже. Я такой... Нехрена! Вот это да! Суть-то в механизме. В каком механизме, бля? Что может быть тупее? Ты мне скажи. Как секта полипропиленщиков. Один целый организм. Тут так же только один целый механизм. Ну, я вообще-то... Смотри! Сороки, Дима, Дима! Ты не можешь так размышлять. Ты в корне неправильно мыслишь. Ты думаешь о том, что... Полипропилен может дать тебе А надо думать о том, что ты можешь дать полипропилену Вот это глубокие слова Ты вообще все перепутал, понимаешь? Ты прекрасен, Дима Я сейчас заплачу Хочет своей жизни делать интернет-магазин Интернет-магазин с кармашками для кровати Ссылка на которую в описании И возлегаю В ложе, извиняюсь В 12 ночи, да? И мне звонит какой-то чувак И рассказывает о том, какие у него проблемы С двухконтурным котлом Я говорю, братан, я в кровати Ну, как бы Понял? А он говорит, так вот! И он меня продолжает Понимаешь? Вот только потому, что ты гребаный наркоман И только потому, что ты как мазохист Мазохист Понимаешь? На каждого садиста всегда найдется свой мазохист Один очень умный человек И да, он прав И только потому, что ты сам от этого кайфа Я знаю, почему вообще телефон достал? Потому что витилент ничего говорил Что видео с полипропиленами не зайдет Так оно и не зашло толком 88 тысяч просмотров 88 тысяч просмотров за сутки небольших Полторы Ну, полтора суток Ну, давай через неделю хотя бы посмотрим Если через неделю будет 200 Я скажу, блин, косарь, братан СБ Я восхищен Вы это высшая степень восхищения Я просто похлопаю Я просто похлопаю Добрый день Вчера мы, короче, допоздна погуляли И сегодня у нас день сурка Солнышко только повыше И нет росы И моя прекрасная машинка во всем своем прекрасном существе Это что за тюнинг? Такая красота Какая росла В самом существе Повезет меня сегодня Навстречу новым приключениям И навстречу Мяфлику Да, Мяфлик? Мяфлюша, любимчик По дороге решил взять кофе с булочкой И, как вы можете видеть Трапеза не прошла без потерь Ставь лайк, если у тебя тоже так Маленький заезд в магазинчик Товар надо было заказать Для себя И отправляемся дальше Пока ехал На Ленинградском шоссе Вот товарищ на Газели, например, тоже забил Ну тут пробка небольшая Есть любители лезть без очереди Они находятся внутри своего автомобиля Думая, что это их личное пространство И что там их никто не тронет Но, как мы видим Это мнение ошибочное И поэтому Если вдруг вы объезжаете пробку по обочине Знаете, что На дороге есть еще и нормальные люди И Обращаясь к товарищам, которые ездят по обочине Просто имейте в виду Вот в магазине вы не лезете без очереди Или где-то Потому что, ты знаете, что вы там можете просто по роже получить Но Автомобиль Не дает вам Не дает вам Какую-то неприкосновенность Или что-то И поэтому Просто Знаете, что Вас везде можно достать И поэтому Быть уёбком никогда не выгодно И поэтому вот такое В общем Такой вывод напрашивается Продолжаем Автомобильную тематику Я просто умная Я говорю Дело Смотри Я не царапа Но Я разъебу Чтобы Папа не управляет Меня разъебить? Нет Соседа Ну посмотрите, как вы припарковались Там тоже стояла машина Сюда Здесь машина в придырку стояла Вот Вот и я припарковался на своё место И тут тоже ко мне Видите, в придырку притёрся И получается Разметка же есть Но специальная Даже обезьяна увидит её Нет Ну у нас тут по разметке встали Тут вообще на разметку заехали Да, вот видите И я тоже стою по разметке Ко мне тоже никаких претензий Идеально ровно стоит По-моему Да Вперёд поезжай Представляете, каково мне было на этой барже корящиться тут Я понимаю, потому что он из таких баранов получается Я приехала не в Комгалю Я баран? Нет Я вообще не переведу А из-за каких тогда баранов? Он хорошо себе сделал А вот что вы, что я Как хочешь А если б сейчас вот этот мне объехал Из-за которого я так встала Владельцы БМВ со своими поворотниками Я и до вас походу тоже доберусь И вообще надо наверное Третий канал завести автомобильной тематике И Назовём мы его Причина остановки И Волгу мою Из матрёшка воски Надо переименовать В наказатель Ребята, смотрите Какой срач Видите газеты Разбросанные Мы с вами на трёх вокзалах находимся На площади трёх вокзалах И здесь Журналисты делают сюжет о том, как тут Всё плохо с этим связано Со светом выставлено С большой камерой Проколотить понты И Какая грязная площадь И как у нас тут всё плохо Хотя на самом деле эти газеты Они же и раскидали Чтобы снять этот сюжет Поэтому, ребят Мы с вами живём В век Лицемерия и притворства Да? Так и получается Новый день Солнышко опять высоко И это не день сурка Сегодня ломбомжини у нас с вами Я уже сгонзал в магазинчик Взял гидроаккумулятор На 200 литров Рефлексовский Навороченный Аккумулятор хороший Дорогой Взял водопогружной кабель Специальный Для скважинных насосов Этот кабель предназначен Для того, чтобы выдерживать Давление Столба воды Выше зеркала воды Над насосом Каучук Лучше себя ведёт При растяжениях И вибрационных нагрузках Что очень важно Для насосного оборудования Кабель предназначен Для скважин ПВС Белого цвета Из Леруа Мерлена И садовый шланг У нас тут не прокатит Нам нужна толстостенная ПНД труба И водопогружной кабель Кроме него Я ещё взял себе Муфту Термоусаживаемую С мастикой Для трёхжильного кабеля Специально для этого Артём Владимирович С канала Урал Гидро Обязательно одобрит Такую вещь В такие минуты Я понимаю, что он научился Чему-то новому Надеюсь, вы не повторите Моих ошибок Тросик тоже Шестёрочка У нас серьёзная скважина Здесь будет по нашим меркам Всё это добро Весит килограмм Наверное 15-20 Вот Поэтому Почему водопогружной Да, дорого Да, но это Дешевле Использовать его С такой муфтой Чем брать Насос Уже с кабелем Там Около 100 метров нам Кабеля понадобится И это получится Сильно дороже Поэтому Муфта с мастикой Отдельно Насос отдельно Водопогружной Кабель отдельно Мухи отдельно Котлеты отдельно Ещё у нас здесь будут ПНД фитинги Использоваться Латунные Артём Владимирович Такое тоже обязательно Одобрит Ну и ещё будет Использован Скважинный адаптер Ну Ладно Буржуйские извраты Тоже канают В будущем вы увидите Что Там это оптимальное решение Такой вот срач У меня сейчас здесь Но это временно Это не на постоянку И Это всё Я сейчас разгружу Пока сюда Ну я с утра уже съездил И сегодня я ещё съезжу Поменяю газ Потому что мне надо Поменять газ У меня кончился ацетилен Кончилась углекислота Остался только Один баллон кислорода Сжатого Но На погоду он не влияет Короче Надо все баллоны поменять И тот который полный Я тоже поменяю Потому что Дешевле его поменять Чем переаттестовать А у него срок уже подходит Поэтому Еду за газом Снишно 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 День 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 вот это упражнение делает позвоночник не будет болеть так хоп все ребята в общем вернулся я взял баллоны 3 баллона с ацетиленом 3 баллона с кислородом у меня ацетилена уходит больше обычно я на углерожевую мой батя любит окислять у него кислорода уходит больше еще я взял углекислоту для полуавтомата и вон там два 10 литровых баллона это аварийный набор бывает такое что среди ночи звонок жопа авария там и так далее нужно нужно греть и я еду на этот случай в маленький париж еще у меня есть два пятилитровых баллона но это неприкосновенный запас на очень экстренный какой-то случай там кислород медицинский он дорогой и мне просто его жалко и у меня этот наборчик там в этой в сарайке он там стоит на полочке ну короче неприкосновенный запас так что запасы газа я обновил заодно я еще психанул взял себе редукторик вот такой офигенный навороченный дорогой хоть он и без ротаметра без понтов лишних но он просто хороший качественный редуктор углекислотный и кишочки тоже новые взял потому что старые уже не камильфо на пора уже их поменять и вообще с такими делами лучше не шутить и менять их вовремя особенно если это касается гремучих газов как ацетилен опасность от ацетилена я рассказывал в ролике про адский керосинорез и это видео удалено с моего канала я его скоро перезалью там из-за авторских прав на музыку пришлось удалить я перезалью этот ролик и кто не видел посмотрите сквертанете офигенный ролик мне он очень нравится и поэтому я его перезалью и да ребят в общем газ и газа мне так много понадобится потому что в следующей серии мы с вами будем переваривать большое количество стояков отопления и водоснабжения и нам там понадобится ацетилен и кислород поэтому я буду использовать 40 литровые баллоны большие в этот раз из-за больших объемов буду их былоебить на своем горбу и поэтому здесь сегодня я их обновил сейчас мы с вами отправимся не пешком а наверное на моей развалюхи также не отвязывая эту туру потому что мне лень ее отвязывать она мне понадобится в скором времени скважину обвязывать понадобится тура там такая особенная скважина и посмотрим что у него случилось потому что он жалуется на то что у него котел не работает сейчас мы узнаем в чем проблема и быстренько это исправим зашел к соседу у соседа пантера протерм котел не частый зверь для наших краев турбированный двухконтурный двухконтурные котлы обожаю просто в данном случае вторичный теплообменник с вторичным теплообменником двухконтурный котел но камеру я включил не для того чтобы рассказать разницу между двухконтурным и одноконтурным просто показать вам систему здесь небольшая ошибка допущена и многие ее совершают и как просто это исправить и как сделать по бомжу себе теплые полы за шапку сухарей в прошлой серии я вам рассказывал на словах а здесь вот я вам на деле могу продемонстрировать для этого камеру и включил у нас подача и обратка от котла спускаемся вниз видим тройники здесь и здесь вот они это разделяются ветви отопления вот здесь две трубы видите уходят туда вот эта внешняя стена она туда дальше продолжается за этой перегородкой и у нас то по периметру внешних стен идут радиаторы и здесь тоже ведь ведь идет радиаторные сети сюда это паучок да этот любимый кое-кого вот он здесь реализован полипропиленщиком все как мы любим с муфточками это не я делал но не суть важно и радиаторная сеть здесь а вот это это насосно-смесительный узел теплого пола и здесь допущена ошибка проблема в чем вот этот кран был закрыт когда я сюда пришел а вот этот термовентиль ну вот так вот откручен и получается что у нас насос котловой давит сюда через этот вентиль по самому короткому пути и вот этот насос теплых полов включен в розетку был на третьей скорости и лупил кипяток вон туда в коллекторный шкаф в теплый пол и оттуда обратка возвращалась и так далее но что неправильно потому что в радиаторах у нас может быть 70 80 градусов температура в теплых полах у нас недопустима такая температура потому что закипяток в теплых полах нам не скажет спасибо сама труба которая заключена в бетонное тело само бетонное тело стяжка нам тоже не скажет спасибо за такие температуры напольное покрытие не скажет спасибо мы сами себе не скажем спасибо потому что пыль по санитарным нормам максимум 26 градусов для жилых помещений а если больше то поднимается пыль и если у вас нету аллергии на пыль она может появиться сами себе мы тоже не скажем за это спасибо ну и плюс ко всему еще и не комфортно пользоваться такой таким полом который мы не можем регулировать и монтажники которые тут делали они ошиблись в чем они поставили сюда кран его здесь быть не должно сейчас я его открываю и мы представляем будто бы его здесь нет а вот этот вентиль должен был быть без вот этого колпачка и он должен быть выкинут здесь должна термоголовка быть с выносной колбой от которой трубочка навитая и накручена например вот на эту гайку на подаче или вот на этот тройник на обратке ну где-то чтобы снималась температура и по этой температуре этот вентиль дозировал бы количество кипятка идущего в систему теплого пола и этот насос толкает его дальше проталкивает через полы и возвращает сюда не в котел а через вот этот байпас обратно в полы подмешивая по чайной ложечке кипятка а здесь по чайной ложечке обратно в систему остывший теплоноситель поступает и за счет того что мы видим по этой температуре мы дозируем количество кипятка и на этой термоголовки выставляем температуру теплоносителя который идет в полы у нас в радиаторе может быть 80 градусов а в полы мы себе выставим 25 там например чтобы кайфовать или 22 чтобы чуть-чуть тепло было чтобы было по кайфу вот так правильные полы реализуются вот этот вентиль мы с вами видим это радиаторный вентиль который вкручивается вот сюда в радиатор точно такой же только под шестигранник не под термоголовку а просто шестигранник берется такой вот ну ну вы поняли да просто берем и шестигранником здесь закручиваем или откручиваем балансировочный вентиль он должен быть вот здесь между этих двух тройников а вот этого крана быть не должно и кто-то скажет типа теплые полы и радиаторы без гидравлического разделения здесь небольшое здание это баня в общем в бане находимся и вот этот вот байпасик это и есть гидравлический разделитель вот она гидрострелка убираем этот кран невидимого кусок трубы вход-выход вход-выход вернее подача обратка котлового контура подача и обратка контура теплого пола это и есть гидрострелка и так насосно-смесительный узел реализуется регулирующий вентиль с выносной термоголовкой радиаторный в том числе тоже подойдет на небольших конкурта контурах на небольших площадях легко и он же радиаторный вот здесь между вот этих двух тройников должен быть стоять и вот этот и вот этот вентиль и все вот это дальше что мы с вами видим это и есть радиатор теперь смотрим сюда на радиатор здесь радиатор подключен по схеме не сниз а вот если бы был подключен сбоку например вверх-низ да здесь у нас этот вентиль до с термоголовкой которые по воздуху ограничивает его работу. А здесь балансировочный вентиль, который мы балансируем системой, потому что этот ближе всех к котлу, как видите, рядышком, его надо придавить чуть-чуть, а следующий чуть-чуть отпустить, а последний должен быть открыт на все деньги. Это я очень упрощенно говорю, как мы балансируем систему. И таким образом мы ее все отбалансировали, и у нас побуждение кинетическое насосом сюда осуществляется, и через этот вентиль, представим, что он здесь есть, вот такой же, вот он, радиаторный он и есть, здесь, через него проходит до первой секции. Вот она, смотрите, вот верхний коллектор, хоть это и панельный радиатор, не секционный, но суть та же. Вот он верхний коллектор, нижний коллектор. И вот кинетическое побуждение насоса, вот этого самого насоса котлового, но он может быть и отдельно от котла, осуществляется вот сюда, через первую секцию и обратно. А остальные секции наполняются, тепло разливается за счет гравитации. И вот эта первая секция, это и есть гидравлический разделитель. Посмотрите сюда, еще раз на этот байпасик, у него четыре выхода. Очень похоже на секцию радиатора. Я ничего не понимаю вообще. Чую, непонятно, объясняю. Вот смотрите, гидравлический разделитель классический. Вход, выход, выход, вход. Сторона котловая, сторона потребителей. Вот он корпус. И вот радиатор, смотрите, ровно то же самое. Вход, выход, 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 вход. И сама секция, вот этот узенький проток, то же самое, что и вот этот корпус. Разница лишь в том, что здесь огромный расход, большой, а здесь минимальный, достаточный на нужды самого радиатора, самого прибора. Вот и вся разница. Поэтому это и есть гидравлический разделитель. Гидравлический разделитель это байпас. Просто в данном случае здесь он большой, рассчитанный на большой расход. Маленькая трубочка, рассчитанная на маленький расход. Садовый шланг, рассчитанный на нужды садового шланга. В общем, все просто. И вот сам по себе радиатор это набор байпасов, набор гидрострелок, скрученных между собой, где разделяются, развязываются гидравлические контуры кинетического насоса, циркуляционного, и гравитационного насоса внутри самого радиатора. Поэтому, если у вас в системе нет гидрострелки, вы можете смело говорить, что есть и не одна, ребят. И поэтому, когда я вижу настенный котел, мне недавно присылали тут чертежик посмотреть, чуваки там спроектировали на 180 квадратов дом, гидравлический разделитель, компланарный коллектор, насосные группы, это все лишнее, оно не нужно. Вот идеальная система, пусть не такая аккуратная, да, с полипропиленовыми кранами, но она самая максимально лаконичная. Ну, если не брать в голову вот эту ошибку со смесительным узлом, то есть, вот этого крана быть не должно, а вот такой же вентиль, только под шестигранник, балансировочный, должен быть между вот этими тройниками. Вот если бы оно было так, я бы сказал, что это лучшая система в мире, и что ребята сделали красавчики, ну, конечно, не совсем аккуратно они сделали, и ошиблись. Они делали, видно, по инструкции, но где-то в каком-то месте что-то пошло не так, они ошиблись. И на протяжении долгих лет у моего соседа, оказывается, кипяток шел в теплые полы, я про это не знал. Ну, в будущем мы это переделаем и сделаем, чтобы ему было по кайфу. А пришел я сюда не для этого, я сюда пришел, потому что все лето котел работал на контур горячего водоснабжения, и вот пришло время ночью чуть-чуть подтопить, и котел мгновенно вскипает сам, температура превышает 90 градусов, и он сразу же выключается, чтобы не вскипятить самого себя, не расплавить свой собственный теплообменник по датчику температуры. Но в систему теплоноситель не идет. Первое, что я подумал, это что засратый фильтр. Нет, фильтр не засратый, проверил, все хорошо. А по итогу, ребят, у кого пантеры, и если вы запускаете сейчас свою систему там после летнего, на начале отопительного сезона, вот этот вот сервопривод, там внутри шток, и он открывает, перекрывает каналы. Короткий путь через теплообменник, вот так циркулирует, через теплообменник котловой и теплообменник вторичный, вот так циркулирует теплоноситель. Либо он перекрывает этот ход и циркулирует уже через всю систему и возвращается на большой круг на отопление. Вот. У нас просто этот клапаночек закис, поэтому вы просто берете, раскручиваете вот эти два винтика, снимаете вот эту скобочку, вытаскиваете, не, не вытаскиваете, вот эти два винтика тоже раскручиваете, аккуратно расшатываете, вытаскиваете, на свободе разбираете, разрабатываете его, чистите. Вот, я сейчас это почистю, беру. и булочка, все работает. Главное вовремя это сделать, сразу не дожидаться, когда сгорит моторчик. И все, пользуйте на здоровье. Один двухконтурный котел мы с вами победили, и сейчас я быстренько заехал еще за одним котлом. Это тоже двухконтурный котел, электролюкс, тоже газовый, но на этот раз он не с вторичным теплообменником, он с битермическим теплообменником. Это когда теплообменник, теплообменники. Здесь гораздо печальнее все, поэтому я его демонтировал и взял с собой, я его буду ремонтировать дома в гараже. Кроме этого, нам предстоит еще один котел, он тоже двухконтурный, и тоже битермик, и тоже электролюкс, и еще один двухконтурный котел, и тоже с битермическим теплообменником, и тоже электролюкс. Они все три, разные мощности, разных моделей, но все битермики, все двухконтурные, и все электролюксы. И еще один двухконтурный котел с вторичным теплообменником, Висман. Итого пять котлов, из них пять двухконтурных, из них два с вторичным теплообменником, из них три с битермическим теплообменником. Отвечая на ваши вопросы, ребят, почему я предпочитаю одноконтурные котлы с бойлером косвенного нагрева, чем двухконтурные? Из пяти котлов у всех пяти проблемы со вторым контуром. Либо промывка теплообменника, либо рак мозга теплообменника, либо вышедший из строя теплообменник, либо дырявый теплообменник, либо что-то связанное с датчиком протока. Короче, проблемы двухконтурного котла связаны в первую очередь с его вторым контуром, поэтому я не люблю двухконтурные котлы, поэтому это всегда рак мозга. У двухконтурного котла перед одноконтурным есть только одно единственное преимущество. Он компактный, он один греет и систему отопления, и горячую воду. Он и колонка газовая, он и котел газовый. В одном корпусе. Это единственное его преимущество. Например, у вас квартира с индивидуальным отоплением. К примеру, вы в квартире сами себе греете собственным котлом радиаторы, и им же греете горячую воду. В этом случае двухконтурный котел отличный выбор, потому что это компактность. В квартире тупо некуда пристроить бойлер. Хотя есть у ВАКСИ котлы, где бойлер косвенного нагрева маленького объема, но с развитым теплообменником, с большой площадью теплообмена. Все это внутри котла. Котел с бойлером внутри одного котла. Котел большой и тяжелый, но не намного он больше, чем простой двухконтурный котел. Тоже есть выход из положения. Но, правда, чуть дороже, естественно. Но зато вы не платите мне каждый раз, когда планируете ремонтировать этот котел. И каждый год рак мозга, промывка, как раз в два года и постоянный рак мозга. Одноконтурный котел он просто работает. И обслужить его можно самостоятельно, пропылесосить, прочистить и разобрать, собрать не так сложно. Это не проблема. Поэтому одноконтурный котел рулит. Что касается того котла, который мы с вами починили для моего соседа, за эту работу я с него не взял ни копейки. Потому что он красавчик. Потому что он за свой счет сделал детскую площадку, на которой играют все дети в округе. И моя племянница тоже там играет. Он сделал пожарный водоем у нас был. Он переехал в нашу деревню и очистил этот пожарный водоем. За свой счет поставил там беседочку, мангальчик, наколол дров, привез для мангала и сделал зону отдыха, где каждый может прийти и отдохнуть без проблем. И там есть мусорка, и все за собой все убирают. И у нас там все культурно. И все это он сделал сам. И поэтому мне просто совесть не позволит с этого человека брать деньги за ту работу, которую я сделал. Тем более, работа пустяковая для меня. А он мог бы вызвать кого-то и этот кто-то развел бы его на этот моторчик или на плату котла или на новый котел и как угодно. Потому что человек не силен в этом, он не имеет знаний, а знание это оружие, понимаете, он обезоружен. Поэтому мне просто совесть не позволила брать с него какие-то деньги. Потому что у меня все мои соседи красавчики и у нас со всеми добрососедские отношения. И да, быть мудаком, возвращаясь к теме обочечников, да, и вот этих парковочных войн, быть мудаком никогда не выгодно. Выгодно быть красавчиками. Поэтому, ребят, будьте красавчиками, этого я вам желаю. Вот. И мы сейчас с вами осуществляем вояжик, да, за котлами, о которых я вам сейчас рассказал. Но прежде мы сейчас поедем к Анюте и Анюте будем помогать с ее машиной. У нее машина вышла из строя, отказали тормоза. И мы сейчас едем посмотреть, что с ее машинкой. Потому что она одна, у нее дети, надо детей возить в садик, надо на работу ездить. И вот это все. А у нас взаимоотношения с поставщиками, с моими конкурентами и с поставщиками все вместе. Такое, знаете, негласное понебратство. у нас как семья. Мы с семьями вместе праздники отмечаем, дни рождения и вот это вот все. Поэтому взаимоотношения как в семье. Я вам не рассказывал, но вот на этом объекте дома-близнецы, где мы были с вами в начале этой серии, где стяжечку заливали, эти два домика я начинал не один. Я взял себе напарника в помощь и этот напарник продержался со мной в моем темпе только 4 дня. На пятый день он умер. Он просто не выдержал моих темпов и моей нагрузки. Понимаете? Он говорит, не, нафиг. Я не хочу ничего. Мы с ним рассчитались по деньгам, все как бы. Я с ним полностью расплатился за тот этап, который мы еще на тот момент не закончили. То есть он без претензий, я без претензий. Ну просто он просто не вывозит. Понимаете? Хотя вроде бы на первый взгляд напарник идеальный. То есть мой ровесник, жены у него нет, семьи нет, ни семьи, ни родины, ни флага, что называется. В армии служил слесарь из ЖКХ, прошаренный, битый калач, подготовленный солдат на первый взгляд, но не выдержал. И вот если бы выдержал, да, испытательный срок, и если бы мог работать и зарабатывать, и вот это все и продолжалось бы, то в итоге бы Анюта села бы на свой трон, он бы на коленях подполз бы к ней, подполз бы к ней, да, поцеловал бы ее перстень, и она бы ему сказала добро пожаловать в нашу семью. Ровно так, как в сицилийской мафии, но, видите, вот, ну, не получилось, не фортануло, не смог чувак, просто не выдержал. А у нас, да, взаимоотношения и рука руку моет, полное понебратство, как в семье, понимаете? И поэтому я еду сейчас выручать Анюту с ее тормозами, но я вам это тоже сейчас покажу, потому что прямо сейчас мы именно туда и направляемся. Вот машинка, вот Анюта. О, привет! О, привет! В общем, колесико чуть-чуть мокрое, тормоза чуть-чуть не тормозят. Ну, я не знаю, вам должно быть, наверное, видно, в этом-то вся проблема, всего лишь, но это мы сейчас быстренько все исправим. А не тут-то было. Настал следующий день, ну, как вы поняли, шланг лопнул, да? Видите, здесь трещинка. Новый шланг сегодня приехал, вчера я его заказал. Вот, как бы мне удалось его открутить аккуратно, так, чтобы не повредить трубку. А это непросто, должен вам сказать. Ну, с этой стороны все хорошо. И на всякий случай, не будь дураком, я вчера попытался вот этот штуцер для прокачки пошевелить. И бесполезно, то есть он не раскручивается ни ключом. Там под ключик на 10 я взял хороший точный ключик, не прокатило. Взял специальный ключик, зажал его до некуда, тоже не прокатило. Немецкий ключик, хайзет, тоже не прокатил. Книпокс не прокатил, бакка не прокатил, никто не прокатил. Поэтому сегодня ацетилен и кислород вышеупомянутые, короткие кишочки мои любимые и моя любимая малятка. Сегодня они будут в деле. резкий ключик, Нажми! Отпусти! Нажми! Отпусти! Молодец! Красотка! Контрольная проверка. Ну да, это безоговорочная победа, ребят. Финальный аккорд. Значит, мы с Софией победили. И колесико у нас уже на месте. Тормоза работают. Единственное но, что мне здесь не понравилось, у Анютки здесь спускает вот это колесо. Надо на шиномонтажик будет еще нам съездить. Ну и да, ребят, как видите, мы с Софией здесь под дождем. Короче, и все не так весело, как я думал будет, оказалось. Я даже пересмотрел свое вчерашнее решение по поводу того, чтобы перестать нюхать клей. Пересмотрел в пользу того, чтобы не перестать. Потому что, ну вы сами видите, ребят, тут как без вариантов. Поэтому едем дальше, короче. Мы победили. Вернулся на тот объект, где мы с вами в прошлой серии все закончили. Чтобы выполнить дембельский аккорд, вот я здесь скважину обвязал. Тут дом стоит на двух участках. И на этой половине участка тоже была скважина. Решили сделать так, чтобы она не пропадала, а оставить ее на летний полив. Здесь насос стоит, гидроаккумулятора нет. Реле давления спрятано там под оголовком скважины. Я здесь, ребят, горбатого налепил. Вы так не делаете. Ну, еще раз говорю. Здесь насос на полный проход будет работать, поэтому решили обойтись без гидражки. Раз, и оголовок скважины должен возвышаться над уровнем земли на полметра. Вот на эти полметра. Здесь я это срезал и наварил сюда фланец. Фланцевое соединение реле давления спрятал там же. Организовал слив, чтобы можно было сливать этот летний водопровод, чтобы вот эта часть оставалась без воды. Значит, вот этот кабель это на реле давления, а вот этот кабель это на самом деле не кабель, а просто веревка для того, чтобы электрик, который придет сюда и сделает питание на эти розетки, чтобы ему было легко кабель затащить. Вот эта часть останется под землей, вот примерно по этот уровень. И я спрятал в трубы кабель, спрятал тросик, чтобы сливать. И эта труба стальная и очень-очень крепкая. Ну, у гидранта дюймового диаметра. На случай, если придет сосед шатать трубу, чтобы он сам шатался об трубу, но труба, чтобы не шаталась. Поэтому она вот таким вот образом сделана, гидрант. То есть повесил ведро, наполнил, подключил шланг, открыл. Всегда на полный проход. И таким образом. Но это неправильно, еще раз говорю. Я так налепил, но вы так не делаете. Я нарушил нормы сознательно. Почему возвышаться должен оголовок? Ну, вешние, талые воды, там, дождевые воды и так далее. Но в моем случае здесь гермоввод. Там герметично в трубе. Она возмышается вот здесь, где этот тросик. И фланец сам по себе. Ну, ребят, он рассчитан на напорный водопровод. Он десятки атмосфер держит. Уж талую воду-то он легко удержит. Прокладка паранитовая. Ее хватит лет примерно на сто. И, в общем, вот такой получился гидрантик у меня. Гидрантик и здесь же еще уличная розетка будет. Вероятно, в комментариях сейчас кто-то захочет написать. Дескать, Виталия на рукожопил. И сделал из скважины урина парилку. Обвязал неправильно. Испортил скважину. И так далее, и тому подобное. Ребята, прежде всего, назначение этой скважины. Это только нужды полива. И этот гидрант, который вы видели, он будет работать всегда только на полный проход. И рабочая колонна скважины герметична. То есть, с точки зрения эстетики, простоты, экономической целесообразности. Это было лучшее решение. И я, как представитель высшей формы жизни, внеземной цивилизации, я до последнего, до последнего буду настаивать на этом. Такой больной очень эмоционально заряжен, чтобы отстаивать свою точку зрения. И вообще, правило одной из первых у нас техники безопасности в психиатрии – это не спорить с бредовым больным. А мы с вами тем временем едем в домики близнецы. Стяжку там залили. И нам там предстоит обвязать еще одну скважину. Мы с вами вернулись в наши домики близнецы. Мы сейчас во втором домике, где стяжечка была залита. Ну, вы видели, как ее заливали. И вот в настоящий момент она пролита. Видите, и она насыщена влагой и укрыта пленочкой, чтобы стяжка не теряла влагу. Чтобы влага оставалась заключенной в бетонном теле. Чтобы нормально прошел процесс гидротации цементно-песчаного раствора. И чтобы стяжка была крепкая. И демпферная лента. Вот по периметру есть. В данном случае пенофол не самоклеющийся, фольгированный использовался для этого. Как именно пенофол разрезался? Вот в этом самом месте я снял короткое видео. Шорт, да? И там много людей негативно отзывались, дескать. Нефига там разводить людей на деньги. Нафиг нужна демпферная лента. И как будто бы кто-то там сосчитал, что демпферная лента, ну, коэффициент теплового расширения бетона настолько небольшой. Даже в случае с теплыми полами водяными, все равно небольшой коэффициент теплового удлинения и расширения. И, дескать, демпферная лента нужна только в том случае, если карта бетона заливается там тысяча квадратов. Ну, то есть гектар бетона надо залить, стяжки, бетонные стяжки, чтобы демпферная лента понадобилась. А до этого значения она не нужна. Дескать, коэффициент усадки бетона гораздо больше, чем коэффициент его теплового расширения. А значит, демпферная лента не нужна. Ну, во-первых, у нас тут не классический бетон замешан, а полусухая стяжка, у нее очень маленький коэффициент усадки. Но, допустим, допустим, я во все это поверю. Окей, но помимо теплового расширения бетонного тела, есть еще его собственные внутренние напряжения, вызванные процессом его гидротации, которые тоже нужно компенсировать. Демпферная лента их демпфирует, потому и демпферная. И, кроме того, ребята, демпферная лента, она же еще служит гидроизоляцией. Она изолирует бетонную стяжку от стены. Стена сухая, и она капиллярным способом вытягивает влагу из бетонного тела. А мы, наоборот, стремимся ее там удержать в тот момент, пока бетонная стяжка набирает прочность. Чтобы стяжка была прочнее, демпферная лента тоже нужна. Кроме того, она еще и служит шумоизоляцией. Потому что мы ходим по полу, топаем, каблуками цокаем, и передаются вибрации, шум передается стенам, шума становится больше. Прямо как сейчас, мне изо всех сил одновременно все болгарки и перфораторы мешают вести съемку. Ровно то же самое ожидает вас, если вы не захотите использовать демпферную ленту. Демпферная лента дорогая, там, дескать, и так далее. Кто-то говорит, что наоборот, недорогая. Ну, здесь вот периметр стен 10 на 10, да? Но только внешние стены. Плюс еще внутренних перегородок еще примерно столько же или чуть больше обычно бывает. Когда я считаю, так и получается. И, ну, лента разная бывает, самоклеющаяся, не самоклеющаяся, с фарточком, там, с этим, и со всеми этими понтами и так далее. Использовать вот только такую и никак не иначе, или как там упаноровскую пленку, там, дорогущую, да, с этой разметкой, естественно, я вас не агитирую. Но вместе с тем, ребят, рулон пенофола, там, или любого вспененного полиэтилена, разрезав вот так веревкой, как я показал в том видео, ссылка на которое в описании будет, кто не смотрел, посмотрите. Вот, да, это легко, и экономия большая, и вообще никаких проблем. Вспененный полиэтилен, пенофол, самоклеющийся, не самоклеющийся, толщина не так важна, и вот это вот все. Если у вас есть вспененный полиуретан, вы можете его использовать. Он дороже, его не бывает рулонного, но если он у вас уже есть, почему бы нет, можно и его налепить. Без проблем, совершенно без проблем. Итого, демпферная лента – это шумоизоляция, демпферная лента – это гидроизоляция, виброизоляция, демпфер внутренних напряжений бетона, которые бетон неизбежно приобретает в процессе гидротации. Для этого и нужны деформационные швы во всех проходах, для того, чтобы трещинообразование было предсказуемым. И пятый пункт – да, тепловое расширение – это тоже фактор, который тоже влияет. Поэтому производители полусухих стяжек, те, кто придумали, разработали эту технологию, оборудование для этого, и вот это все, они предписывают использовать демпферную ленту, и да, поэтому мы ее и используем. Кто-то может продолжать считать это антинаучным, но так или иначе, оно есть, и да. Демпферная лента с моими бомжовскими лайфхаками, ссылка на который, как я сказал в описании, получается копеечная, но цена ошибки, в случае, если мы ее использовать не будем, очень высока, потому что ломать стяжку, напольное покрытие уничтожать, там, где есть теплые полы, труба стоит денег, маты стоят денег, все стоит денег в наше время, работа стоит денег, цена ошибки очень велика. Итого, собственно говоря, резюмируя, пять пунктов, да, получается в мою защиту, пять оправданий, и я чемпион по оправданиям, и у нас тут, как в дурдоме, кто первый схватил халат, тот и доктор, да. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Вот здесь перед вами кондуктор той скважины, которую нам предстоит обвязать. Мы здесь поставим адаптер, трубочку просунем сюда, здесь я уже засверлился 50-м диаметром, чтобы можно было манжету 50-32 поставить и 32-ю трубу всунуть, чтобы герметично сделать ввод в дом. И кабель тоже будет в трубе, в футляре, чтобы его можно было поменять в будущем, когда он выйдет из строя, потому что многожильные кабели не служат долгое. Лет на 10 его хватит, но чтобы через 10 лет, когда вот эта земляная дамба вся засыпется землей, и у нас таким образом наша с вами труба окажется ниже глубины промерзания, чтобы потом в будущем не надо было здесь рыть траншею, откапывать и так далее, а просто поменял, перетянул и все. Ну, собственно говоря, такой план, и мы будем его придерживаться. Инструментик мы с вами привезли, гидроаккумулятор и трубу привезли мои ребята-электрики, потому что ко мне в машину уже не влазило. О, привет! О, привет! Они порожняком сюда приехали, и да, ребята, инстаграмчик в описании, ссылочка, кому надо налепить электрику, так чтобы это было не совсем стыдно, обращайтесь, да. Такой насосик мы, собственно говоря, будем использовать, и трубу водоподъемную, да, вот синего цвета, PND. Она с толстой стеночкой, сейчас я вам покажу, вот она. И, как оказалось, у нас проблема найти эту трубу. В настоящее время в Москве области нигде нету. Анюта перерыла всех поставщиков, всех поставила на уши, дошла до завода, начала связываться с заводом, и на заводе ей сказали, что в нашей нефтедобывающей стране нет нефтепродуктов, чтобы сделать из этилена полиэтилен, гранулы, и из этих гранул экструдировать, выкакать, как из мясорубки, как улей выкакиваются. Методом экструзии делается эта труба, чтобы ее выкакать. В настоящий момент на заводе не могут. В нашей нефтедобывающей стране не оказалось нефтепродуктов. Ну, такое бывает. И она эту трубу перекупила в Рязани, ну, кто-то в Рязани ее купил из Москвы, привез, а она перекупила обратно. И нам она досталась недорого, но на заводе ее заверили, что труба скоро снова появится, но на этот раз она будет стоить дороже. Поэтому, да, ребят, рыночная экономика, все то, к чему мы так долго шли. Артем Владимирович, я знаю, ты это увидишь, не обижайся на меня, но да, скоро вместо скважин будут уринопоилки, и в этих уринопоилках будут вибрационные насосы висеть на садовых шлангах с алюминиевым кабелем. Ты специально расшатываешь мою псизику. В этом случае экономика сильнее меня, и здесь я бессилен. А в случае со мной бессильна медицина. Для тех, кто не в курсе, Артем Владимирович – это автор канала «Уралгидро», специалист по бурению большой. И он много рассказывает, показывает интересного, и делает это очень смешно и задорно. И один из моих зрителей когда-то написал мне комментарий, мол, иди посмотри, как надо обсирать чужую работу. И в частности, мне было рекомендовано поработать над томным закатыванием глаз под лоб, над рукой и лицом, и вот этим всем. Ну, у него это получается офигенно, канал классный. Рекомендую зазырить, ссылку оставлю в описании, и я вам обещаю, что вы не пожалеете, и ваш лексикон как минимум пополнится словами, да. Говноскважина, урина дырка, обесинство. И все эти слова, да, они будут в вашем лексиконе. И вы, по крайней мере, будете понимать, как должна выглядеть нормальная скважина, на что должна быть похожа, что такое кондуктор, что такое рабочая колонна, обсадная колонна. И вот это вот все вы будете знать. И какие там грунты, геология и все эти моменты, чем чревато, что такое самоизлив, как остановить. Короче, просто интересный канал. Я давно его хотел прорекламировать. И вот прямо сейчас, да, видео богато на ссылки в описании. Впрочем, как и всегда. И да, я Артема Владимировича смотрю с удовольствием уже очень давно. Помнится, в 1812 году, когда я поджигал Москву, тогда я его уже смотрел, да. Меня зовут Артем Владимирович. Друзья, здравствуйте. Враги, сдохните. Уважаю Артема Владимировича за его четкую позицию в отношении друзей и врагов. Прошло какое-то время. Я смонтировал здесь байпасик на систему водоподготовки. Гидроаккумулятор. Трубу ПНД с герметичным вводом через манжету. Я вам рассказывал. Вот так вот завел сюда. Это кабель на насос идет. Здесь он не синий, а черный. До распаячной коробки на оголовке. Я вам покажу. И здесь я установил реле давления от Акваконтроля. Это умное реле давления. Оно же реле сухого хода. Оно управляет еще и устройством защиты и плавного пуска насоса. Оно не только плавно запускает насос, но еще и плавно останавливает, что важно. В целом, об этих приборах управления и защиты насосов, и об Акваконтроле выставка Акватерм 2021 года. Так называется ролик. И в этом видео большая часть ролика, вторая половина ролика, там как раз я был у них в гостях, и они рассказывали. Тема очень глубокая. И я рекомендую вам зазырить. 100% узнаете что-то новое. Если еще не зазырили, ссылку в описании оставлю. Вот. Ну, это пусковой блок насоса. Обычно он состоит вот из вот этой кнопки и вот этого теплового предохранителя. Ну, здесь еще в нашем случае конденсатор. У нас он отдельно от насоса, а у вас, скорее всего, конденсатор в самом насосе. В насосах асинхронные двигатели, кто не в курсе. Тем временем, на улице здесь вот эскаватор, видите, земляную дамбу завалил. И скважина, теперь, видите, всего на полметра возвышается над уровнем земли. Оголовок я здесь использовал антивандальный, джиликсовский. Но антивандальный я использовал не потому, что здесь будут жить вандалы, а потому что, просто потому, что он не боится солнца, не выцветает. Он не боится мороза. Ну, и да, и к механическим воздействиям он тоже гораздо более устойчивый, а разница в цене небольшая. А здесь я, видите, поливаю вот эту земельку, которая рыхлая, которую трактор навалил. Вот, видите, она там проваливается прям. Сейчас я вам покажу, смотрите, вот, видите, трещина такая. Это я ее тут размываю и таким образом заодно и трамбую здесь. Про кабель забыла рассказать. Вот труба ПНД, у меня остался отрезок, и она является гильзой для кабеля, который заходит сюда, вот в эту распаечную коробку, а от нее уже соединяется вот этот каучуковый кабель синий водопогружной. Вернулся в первый домик. Здесь сейчас отделка делается, щиток, вот, видите, электрики приготовили. И я налепил здесь коллекторный шкаф для того, чтобы к его вот той нижней, ну, в моем случае она верхняя, шкаф стоит кверх ногами, части, примыкала, примыкал потолок, примыкала багетная часть, чтобы потолочник, который делает здесь отделочник, потолочек, чтобы он мог забагетиться к коллекторному шкафу, а не к трубе, и чтобы потом я примыкал к потолку, лучше потолком к шкафу. Ну, и, собственно говоря, для этого я его здесь сейчас налепил. Ну, и еще для того, чтобы ребятам, которые тут работают, чтобы им по кайфу было, я навесил котел, и вот такую временную, по такой временной схеме сделал, чтобы работали два этажа теплого пола, и вот они, собственно говоря, сейчас работают. И да, я специально для этого, ребят, сюда и зашел, чтобы показать вам, примерно 20 минут назад я вам рассказывал о способе смешения для теплых полов с использованием двухходового вентиля. И вот здесь как раз двухходовой термостатический вентиль, вы видите, ровно то, о чем я говорил, с выносной колбой. Вот эта проволочка, это на самом деле трубочка. И по этой трубочке, там внутри, колба, она нагревается, жидкость выдавливается и затыкает проход по мере нагрева. Так осуществляется регулировка. И вот смотрите, просто я вам объяснял, это для вас примерно 20 минут назад было, а для меня это было две недели назад. И на протяжении всех этих двух недель я думал, каждый раз за рулем, думаю, блин, объяснил, не совсем понятно. Там доснял, дообъяснил, и все равно, наверное, что-то непонятно, неясно. И вот сейчас как раз я вам до конца все это разъясню, потому что, ну, ребят, тяжело, тяжело объяснять, потому что я вас вижу просто вот глаз камеры, ее объектив. Я не вижу ваших глаз, и я не могу понять, понимающим вы взглядом на меня смотрите, непонимающим или недопонимающим. Вы не можете у меня что-то спросить, чтобы я что-то пояснил в какой-то момент. Поэтому объяснять так трудно, объяснять камере, а не человеку. И вот, смотрите, сейчас я вам объясню так, что вы сразу все поймете вот на конкретном примере. Значит, вот по сих пор и вправо это радиатор отопления. Представьте, что это он. Что у радиатора есть? Вентиль верхний, да, с термостатической головкой. Она обычно вот без этой трубочки работает по воздуху, а в нашем случае по температуре теплоносителя, потому что теплые полы. И вентиль нижний балансировочный, вот видите, с шестигранником. Это заводские вентили, у них специально для этого предназначен, у них широкий проход. Поэтому, когда я говорил, что небольшие площади вы можете закрывать таким образом, я именно это имел в виду. Здесь заводская вещь, у нее проход шире, и здесь можно закрывать большую площадь. Смотрите, у меня здесь задействовано 8 выходов, это в подвале, да, и здесь длинные петли, и без проблем его хватает, чтобы быстренько эти полы разгонять. В вашем случае, если площадь будет чуть больше, чем может пропустить через себя вентиль, вы просто дольше будете разгонять свои полы, они будут дольше нагреваться, а сливать будут быстрее. Вот, и, собственно говоря, не суть. Верхний, нижний вентиль, и дальше у нас пошел радиатор отопления. Сейчас я вам все объясню. Вот это первая секция, и в ней за счет кинетического побуждения насоса осуществляется циркуляция. Могла бы осуществляться насоса котлового. Здесь они работают последовательно, и это нормально. Те, кто хватаются за сердце каждый раз, когда видят эту. Вот, смотрите, функциональность. Вот именно так производитель, вот видите, схематично в правом углу, вот здесь вот, сейчас я вам покажу, изображает котел, этот паучок, да, и насосы работают последовательно. Здесь нет гидравлической развязки между ними, а им она и не нужна, это не проблема. Вот этот байпас, это перепускной клапан, не смотрите на него, его здесь могло и не быть, и в вашем случае он тоже, скорее всего, не нужен. И представим, что его здесь нет, и вообще на него не смотрим. Значит, первая секция, побуждение кинетическое, и давит во все остальные секции. Вот он радиатор, верхний коллектор, нижний коллектор, а вот эти трубочки, которые в полу разложены улитками, змейками, это протоки, которые в радиаторе между верхним и нижним коллектором. И вот здесь просто побуждение осуществляется, не гравитационное, а кинетическое, вот этим насосом. И насос здесь конструктивно установлен на байпасе, и он работает последовательно вместе с котловым насосом. А вам я предлагаю этот насос установить вот сюда, на подающий коллектор, ну так, чтобы вал насоса был параллельно поверхности земли. И в этом случае у вас побуждение кинетическое насоса котлового осуществляется через байпас, потому что здесь у вас будет просто трубочка, у нас там, помните, кран был, а у вас вот просто вот такая трубочка. Отсюда. И отсюда же побуждение кинетическое другого насоса, на теплые полы, где происходит смешение, а регулировка осуществляется при помощи вот такого термостата с этой трубочкой и с колбой, погруженной прямо в коллектор. Коллектор может быть и обратный, и подающий, это просто на погрешности регулировки будет сказываться, не более. Поэтому это тоже не догма и не проблема. Вот, ну вот, как смог, так и объяснил, ребят. Поэтому, а, и еще, знаете что, раз уж я камеру включил, смотрите, вот у меня насосик крутится, да, все хорошо. Насосы крутятся, лавэ хомутятся. И сейчас, когда начинается отопительный сезон, самое время, наверное, сказать, что, ну, многие полами не пользовались целое лето, и сейчас многие собираются их запускать, и велика вероятность, что у вас насосик может не запуститься. Вот эти вот шестигранники, вот видите здесь, раскручиваете, снимаете его, там внутри крыльчатка. В одной руке держите ее за жопку, моторчик, а другой рукой прокрутите вручную крыльчатку несколько раз, и потом соберите насос обратно, и он запустится. После долгого простроя, простой он может закиснуть. И так он еще пару сезонов у вас отходит, а то и больше. Поэтому, если вдруг у вас насосик не запустился, не спешите поднимать панику, звонить мастерам в начале отопительного сезона. Ребята, у нас в начале сезона хватает проблем, поэтому, чтобы ни с кем не ругаться, ничего, просто 4 шестигранничка открутил, крутанул колесо рабочее у насоса, и насосик ответил тем же, и крутится, и мутится, ну, вы поняли. Лучше всего на примере, и вот сейчас он мне подвернулся, и как раз я вам решил показать, и заодно, да, показываю, что тут Лена надизайнерила. Шестигранная плиточка здесь тоже. И вот смотрите, какой момент классный. Целая плитка, и рядом половинка. Теперь мы по этим рядам идем, 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 идем сюда, и здесь мы видим половинку, и целую. Причем эта половинка, это другая половинка той половинки. И здесь, на всем этаже, ну, вот смотрите, здесь вот, например, под кухней, да, видите плитки, обрезочки, да, подрезка. Эта подрезка здесь, а другая часть этих плиток вдоль этой стены здесь. И на весь этаж здесь меньше двух ведер, в ведрах, если мерить, обрезков этой плитки. А это дорогая плитка, и здесь от материала был взят максимум. Просто максимальный читкарь. Плитка разложена просто офигенно. И напоследок, друзья мои, здесь, в конце этого ролика, я бы хотел вам пожелать именно этого, да, четкости, чтобы у вас максимально четко все получалось. и в личной жизни, и на работе. Максимальный читкарь. Это то, чего я вам желаю напоследок, в конце этого ролика. Огромные вам всем удачи, и пока. Значение, она не нужна. И, дескать, дескать, ну и, дескать, ну и, ну и, дескать, ну и, дескать, ну и, ну,